Сейчас время 7.54, что-то я рановато встала, хотя я планировала встать в 8 утра, но да ладно. Я еще проснулась примерно 5 минут назад. Я уже пришла на кухню, а значит самое время готовить завтрак. По-моему, здесь хлеб, помидорки, также колбаса и вот такой вот сыр. Сейчас я буду делать себе бутерброды. Конечно, они будут немного неэстетичные, но зато очень вкусные. Я хочу их потом еще расплавить. В итоге я разделила кусок сыра на 2 бутерброда, теперь все это отправляю в микроволновку. Итак, сыр у меня немного подплавился, он больше не плавится, но я думаю, эти бутерброды будут очень вкусными. Здесь у меня чай. По традиции я включаю себе кухню. Всем привет, с вами Снова и Саша. Я думаю, пришло время уже поздороваться, так как до этого вы не видели моего лица. Я вам показала мой завтрак, он получился очень-очень вкусным. Также успела умыться, сделать себе волосы, потому что с такими волосами я, к сожалению, не просыпаюсь. Сегодняшнее видео называется «Один день из моей жизни летом» или же «Продуктивный день», или же его можно назвать «День that girl», потому что их день не обходится без продуктивности. Сейчас я уже буду заправлять кровать. И, кстати, сегодня тренировку я не делала, потому что скоро я пойду гулять в лес, и там я планирую пройти несколько километров, и тем самым я как бы закрою свою активность, которую я должна сделать до сегодня. Еще вчера я себе купила вот такую вот замечательную крючку, она стеклянная, и я ее очень-очень давно мечтала. Вот такая вот прекрасная тонизирующая вода у меня получилась. Я очень реально давно мечтала о таком стаканчике. Знаете, как из Пинтерест, полупрозрачной, еще с какой-то надписью. Я думаю, она будет очень вкусная. Здесь клубнички и лимон. Итак, кровать уже заправлена, поэтому скоро я буду выдвигаться в лес, но перед этим я бы хотела вам рассказать вообще, что у меня происходило в предыдущие дни. У меня редко бывает такое, что все дни недели я тренируюсь, и, как вы видите, сегодня я не тренируюсь, но сегодня я хотя бы делаю какую-то активность, то есть я иду в лес. Но вот вчера и позавчера я не пропускала тренировки. И, кстати, на счет английского сегодня вместе с вами я также планирую позаниматься. Вообще, я могу сейчас сказать, что я занимаюсь им далеко не каждый день. Просто, да, сначала лета я занималась им, наверное, на протяжении двух недель просто каждый-каждый день, но потом мне как-то уже немножко надоело, и у меня есть такая тема, то, что я как бы за один день обычно проходила одну тему, а сейчас я могу просто не заниматься им 3-4 дня и за вот как бы один день пройти 4 темы. Я не знаю, как это работает, но мне так нравится, и я делаю просто как мне удобно, тем более он мне не нужен для поступления, мне сейчас не нужно ничего сдавать, никаких тестов. Кстати, практически все 11-классники уже закончили писать ЕГЭ, с чем я могу вас поздравить, если вы сейчас смотрите мой канал, хотя я думаю, у вас сейчас поступление, и вам как-то не до этого. Но если сейчас меня смотрят 11-классники, то напишите в комментариях, как вы написали ЕГЭ, мне будет интересно почитать. Кстати, помимо леса, сегодня я еще планирую съездить в торговый центр, мне нужно найти себе какую-то одежду, еще я хотела себе найти купальник, потому что на лето у меня его нет, вот, поэтому сегодня много планов, и надеюсь, что все их успею выполнить. Вы меня часто спрашивали, но свои планы я просто расписываю в обычных заметках на компьютере, на ноутбуке или же на телефоне. И вот мои приблизительные планы на этот день, в течение дня их также буду дополнять. Мой лук на сегодня, с одной стороны, такой обычный, basic, но с другой стороны, он мне нравится. На мне, как всегда, мои любимые синие джинсы. Я думаю, если кто-то тоже нашел джинсы своей мечты, то вы тоже ходите в них очень часто, и, собственно, сейчас буду выдвигаться на прогулку в лес. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я уже приехала домой, буду заниматься английским, и под моими видео вы очень часто спрашиваете, Саша, что ты будешь сдавать на ЕГЭ, куда ты будешь поступать, и определилась ли ты с будущей профессией. Сейчас очень сложно сделать правильный выбор, чтобы потом не жалеть в будущем. И если вы еще не определились с профессией, то хочу вам посоветовать канал на YouTube Starworks. Это классное шоу, ведущие которого ездят к представителям разных профессий, узнают больше про их профессии. Канал будет полезен подросткам и тем, кто еще ищет себя. На нем уже рассказано о более чем 50 профессиях, среди них фотограф, балерина, химик и многие другие интересные современные профессии. В общем, там вы можете узнать побольше об интересующей вас профессии. Если эта тема для вас сейчас актуальна, то обязательно переходите по ссылке в описании. Также хотела вам рассказать о том, что на канале Starworks сейчас проходит конкурс на крутой ежедневник 6 минут. Наверняка вы о нем уже слышали, а условия конкурса будут безумно простые. Подписаться на мой канал, подписаться на канал Starworks. Если что, ссылка на их канал будет в описании. Также оставить комментарий под их последним видео, чтобы от меня, от Саши, чтобы вас было проще отследить. Результаты конкурса будут на их канале. Всем желаю удачи! В общем, как я уже сказала, я буду заниматься английским, а после этого поеду в торговый центр. По-английскому у меня, в принципе, все по-старому. Мне очень понравился этот учебник, как вы поняли, поэтому продолжаю его проходить. Но перед этим я хочу повторить слова, которые я тут писала. Это было, считайте, 18-го. И вот сейчас я снова занимаюсь английским спустя, ну, сколько, несколько дней. Повторю слова и приступлю к новой теме. Тема, в принципе, я вижу небольшая, поэтому могу ее пройти. И вот эту следующую, уже 32-ю, мне кажется, будет интересно. В общем, я сейчас сделала часть модуля, так скажем. Наверное, на этом закончу. Хочу еще повторить старые слова. То есть сегодня больше уделю время лексике, пополню словарного запаса и вспомню все, что изучала ранее, потому что я думаю, что не идеально помню все, что изучала, там, предположим, 2-го июня. Как я сейчас повторяла слова, я заметила, что освещение очень сильно испортилось. Я думаю, вы можете заметить, и, в принципе, в моей комнате стало темно, хотя еще не так уж и поздно. А все это потому, что у нас скоро будет гроза. В прогнозе написано 80%, поэтому сейчас доделала в английский и быстренько еду в ТЦ. И вот я уже в торговом центре, хочу себе посмотреть купальник и, возможно, какие-то еще вещи присмотреть. Первым делом я пошла в Полонбир, просто посмотреть, что у них есть. Было много прикольных футболочек всяких цветных на лето. Далее также шорты, огромное количество джинс. Далее я направилась в Зару, но в Заре я была недолго, потому что как-то ничего особо мне не приглянулось. И потом еще пошла в Мармалад, хочу здесь посмотреть себе какие-то аксессуары для волос, потому что давно хотела себе какую-нибудь классную бандану. И здесь также было много красивой и милой канцелярии. Только что вернулась у меня с магазина, была во многих магазинах. В принципе, я пошла в многие магазины этого торгового центра, я была в Роднике и ничего себе не нашла. Как-то знаете, купальников не было подходящих, интересных, поэтому купила себе в Мармаладову такую штуку. Сейчас это выглядит очень странно. Это, в общем, такая повязка для волос, можно назвать бандана. В общем, это должно выглядеть как-то вот так, очень классная повязка на лето. Конечно, в идеале я хотела белую или черную, но вот это мне тоже очень нравится, тем более у меня сейчас есть вот такие вот всякие резиночки. Я думаю, вместе с джинсами, с резиночками это будет классно смотреться. Ну и потом я поехала в кафешку, чтобы пообедать. Здесь я заказала мохито, который был очень вкусный. Также вот это вот просто офигенное блюдо. Здесь у меня картошечка, мясо и десерт. Как вы видите, у нас погода может меняться просто моментально. И мне очень повезло, что я успела уже везде сходить, и в ТЦ, и покушать, и уже приехала домой. Сейчас я хочу раскрашивать свою картину по номерам. Как раз-таки у меня есть прекрасное настроение. Английским я позанималась. Так что почему бы сейчас и не пораскрашивать. И в это время буду смотреть уже последнюю серию кухни. 99-ю, а потом 100-ю. Потому что я начала недавно ее заново пересматривать. Где-то там со второго, может, середины второго сезона. И, короче, ошибаюсь. В кухне, оказывается, в сезоне еще больше серий. Ну, в общем, начнем с вами смотреть. А там уже посмотрим, сколько я успею. Ну что ж, а на этом мое видео уже подходит к концу. Надеюсь, что оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Пока!